От спорта до медицины, от экологии до правового просвещения. Социальные проекты некоммерческих организаций касаются самых разных отраслей. Губернатор провел встречу с победителями конкурса на президентские гранты. На что пойдут деньги и на какую поддержку НКО могут рассчитывать со стороны правительства Самарской области? Расскажем прямо сейчас. Проект «Благодарю» набирает в области популярность. Подобные контейнеры, установленные уже не только в Самаре, но и в Тольятти-Новокуйбышевске. Организаторы говорят, сначала думали, что справятся своими силами, но затраты немаленькие. Выигранный президентский грант поможет доставить помощь до адресата. На сегодня у нас 1611 благополучателей. Это малоимущие, многодетные, погорельцы. Достаточно широкий спектр, кому мы помогаем. Самое простое людям, чем можно поделиться, это вещами. Вещи в хорошем состоянии сразу передают нуждающимся. Остальные проходят рециклинг. Проекты Самарской области хорошо известны за пределами региона. Если в 2017-м победителями конкурса президентских грантов стали 63 некоммерческие организации, то в 2018-м уже 84. В числе лучших уже традиционно инклюзивный клуб добровольцев. Как сделать так, чтобы людям с инвалидностью, с тяжелыми формами, с нарушением зрения, с нарушением слуха на колясках, было комфортно, хорошо вместе с людьми без инвалидности? Как сделать так, чтобы обыватели, видя в супермаркете около дома человека на коляске, который обслуживает их заказцы, просто говорили, что это, конечно, совершенно нормально. Вчера за заказцы работала девушка-блондинка, а сегодня парень с черными волосами на коляске. На это направлены все наши проекты. Организация помогает людям с ограниченными возможностями здоровья не ограничивать себя в реализации. Опыт инклюзивного клуба добровольцев перенимают другие регионы. Губернатор подчеркнул, в перспективе ряд инициатив может стать основой региональных и муниципальных программ. Вообще проекты Самарской области часто тиражируются. Например, Томсойерфест. Он стартовал в областном центре 4 года назад, набрал большую популярность и уже проводится в 27 городах России. Недавно был представлен и президенту на форуме активных граждан сообщества. Последователи героя знаменитой книги Марка Твена берут в руки болгарки, краски, кисти и совершенно бесплатно в свое свободное время преображают ветхие здания. На выигранный грант в следующем летом организуют образовательную площадку. Опытом поделятся профессиональные реставраторы. На встрече с губернатором представители некоммерческих организаций не только рассказывают о своих проектах, большая часть из них Дмитрий Азаро известно, сотрудничество идет давно, но и делятся проблемами. Зачастую это отсутствие необходимых помещений для сбора активистов, хранения инвентаря и даже оказания помощи неизлечимо больным. Коспис 20 лет наш находился, он получал помещение от медицинской компании, бесплатное завершение. Но сейчас вот ситуация изменилась и нам нужна помощь. Мы умеем помогать и хотим помогать нашим пациентам, но нам самим нужна помощь, чтобы нам было где-то делать. Конечно, нам говорят, что у вас не выгоден на улице, но вы смотрите и выбирайте и расширяйте эту помощь, выходите на другой уровень. Мы к этому готовы. Дмитрий Азаров поручил Министерству имущества рассмотреть вопрос предоставления зданий. Без поддержки областного правительства НКО не останутся. Инициатив много, а, например, в Тольятти мечтает о создании юношеского симфонического оркестра. Этот летний форум помог бы поднять интерес к культуре. Необходим и региональный конкурс проектов некоммерческих организаций. Это позволит решать проблемы на местах гораздо быстрее. И для того, чтобы организации стали сильнее, и потому что вот сейчас участвуют в федеральном конкурсе, там же свои приоритеты. У Самарской области есть свои приоритеты и проблемы с жизнью. Сейчас в регионе работает программа содействия. На воплощение инициатив людей из областного бюджета направят 208 миллионов рублей. Столь широкая поддержка обеспечена впервые. В рамках программы губернатор поручил предусмотреть и гранты для некоммерческих организаций. Мы с вами иногда даже не понимаем, какой на самом деле этот эффект имеет. Кроме того, что мы помогаем конкретному человеку, приводим в порядок конкретное здание. Эффект, он, конечно, гораздо больше. Он многогранный, этот эффект. Все это ценно и важно. И хочу вам пообещать, и сейчас это делаю, что ваши предложения мы обязательно проанализируем, соберемся еще раз, может быть, обсудим какие-то, если что-то покажется спорным. Но точно, что нам нельзя останавливаться на достигнутом. Сейчас в области действует более 4000 некоммерческих организаций. Согласно рейтингу Министерства экономического развития России, Самарская область заняла четвертое место по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО. Ольга Павловская, Алексей Вельмейский. Новости губернии.